МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Такая редкость. В основном огнетушитель приходится заправлять водой по несколько раз в день. Больше всего тушат в Болотнинском и Колыванском районах. На сегодня в регионе 179 лесных пожаров на территории в тысячу гектаров. Ущерб от огня больше 10 миллионов рублей. А наказали виновных в распространении пламени всего на миллион. Потенциально опасны захламленные старые леса, за которыми не ухаживают хозяйство. А по лесному кодексу лесхозы не могут проводить рубки спелых и перестольных насаждений. Поэтому, к сожалению, сегодня в этих насаждениях рубки не проводятся. Спелки и перестольных это приводит к тому, что скапливается очень много сухостойной, литровальной древесины в дальнейшем. И лес просто стареет. Сегодня помогают следить за лесами камеры видеонаблюдения на вышках мобильной связи. Ежедневно на патрулирование выходит 30 экипажей, в том числе и авиаотряд. Но есть еще враг леса незаметный ни с земли, ни с воздуха. Шелкопряд Монашенька уже поселился на 6000 гектарах. Размножаются геометрические прогрессии. То есть, если было 1000 гектар, то больше будет 2000. Через год будет 4000. Мы обращались неоднократно после сходства по увеличению финансирования, к сожалению, дефицитом от бюджета, деньги были не были. Представляет опасность и лесные свалки. Как заявили в департаменте, пока не появятся специально отведенные санитарные зоны, мусора в лесах будет все больше и больше. Кстати, пожар в Джидинском районе Бурятии, по мнению экспертов, перешел в статус неконтролируемого из-за отвалов, которые скапливались там годами. Александр Куршев, Александр Егоров. Новости ОТС.